так ассалам галейкам хурмит казахстан ассалам галейкам джектер все кто смотрит мой канал сегодня в 10 часов утра начался процесс по моему делу судят меня значит за то что я разместил в ю тубе видео юсли ружди и то есть такой преподаватель он преподает в египте благородном заведении аль-азгард и там он преподает значит и этот шейх он является потомком пророком мухаммеда саллах в алейкум ассалям и за его ролик меня судят понимаете то есть весной был процесс которым до этого я тоже размещал его ролики там они проводили по этому делу экспертизу то есть тогда экспертиза признала что эти видео не является экстремистского толка они не но против конституции там все в таком духе короче они ничего не имеет такого экстремистского и тогда они мне присудили присудили 134 чем-то там тысяч тенге ну все я их выплатил благодаря вам а потом значит вот сейчас меня судят за то что я выложил это видео еще раз то есть до этого они меня судили они не знали за что меня судить и потом признали что оказывается говорить нельзя про ислам у себя дома а я там объяснял там какие-то у меня видео были из-за это мне присудили 135 тысяч ну грубо а мне-то запрещено но ролик-то не мой это шейха юсри ружди понимаете не я же говорю поэтому я посчитал что ничего страшного не произойдет если я закружу это видео тем более я почитаю этого шейха я знаю что он наистине понимаете вот я вот сердце вы знаете подсказывает что вот это вот мой учитель и я загрузил наш этот ролик пошел центральной мечеть потому что они же там контролируют откуда пришел откуда загрузился ролик я надеюсь в спецслужб то ну и пошел в областной мечети там загрузил этот ролик значит и вот за это они теперь на меня возбудили дело вот это вот да там и теперь судят вот за этот ролик понимаете а следователь я спрашиваю говорю хоть сам смотрел это видео он говорит я не видел я говорю там он же говорит против ваххабизма ты чё говорю вы получается вы за ваххабизм что ли меня судите получается а они даже да нет мы тебя там по-другому по-другому то есть я-то говорю я говорю понимаю что я когда против атамана захарова сделал ролик и тут же вы говорю ко мне приехали а он говорит а я и знать не знаю этого атамана захаре я говорю здрасте он же говорю самый крупный рынок здесь говорю в городе это его алтен арман он в такого человека крупного хочу не знаете игру не надо придумывать из себя знаете там наивного школьника и он сейчас объявили перерыв в общем и что самое интересное да то что почему перерыв объявили да потому что у него был список у судьи да он зачитал адреса где разрешено говорить об исламе размещать то есть где областной акимат как я понял но кто-то с акимата или кто-то там еще в общем далее разрешение где можно в области говорить об исламе и в этой списке представляете они не могут найти областную центральную мечеть которая находится по сути уши в городе петропавловская самая большая самая центральная областная мечеть ее в списке нет они меня спрашивают а где ты загружал игру там в областном искали искали не нашли в списке вы представляете субханна аллах что творится как враг проник в город петропавловск как он проник представляете уже судят за то что ты критикуешь ваххабизм даже не я критикую а шейх юсри ружди говорит потомок пророка мухаммеда саллаллаху алейкум ассалям непростой человек понимаете и за это уже судят понимаете до чего мы дожили субханна аллах я вам скажу друзья мои ну в общем час жду перерыв что закончится потом еще я сделаю ролик скажу чем закончилась но подписывайтесь на мой канал ставьте лайки продвигайте это ролик с вами был я рада ли салам алейкум ахметуллахи ба баракат